Вот. И вы начинаете воспринимать, когда материал как понятный, вот вы воспринимаете, что вам это все понятно, естественно, сейчас есть такое восприятие? Да. Обеспечение вечной жизни всем. Тело не отделено от действия Создателя, а тело это и есть действие Создателя по обеспечению вечной жизни всем. Так работает каждая клеточка, так работают органы, системы. Все направляют в направлении вечной счастливой жизни всем. Да? Получается? Да, Люда, делаете? Так, Кольчка, начинаешь это воспринимать? Да. Все, работа. И ты сконцентрирована не на себе, не на своих проблемах, а как тело обеспечивает вечную жизнь всем. Ты так воспринимаешь работу клеток, органов, систем, атомов, всю Вселенную, всю бесконечность, всю вечность. Все нормирует во всех ипостасях реальности. Работа твоих клеток, органов, систем, атомов, молекул, да? Это как бы подключать весь организм, как бы засвечивать и как бы из себя это все, да? Ну, смотрите, желание ваше откуда? Ну, да. Ну, прям вот как бы, как вы говорите, из клеток. Вот я, да, отпускаю из клеток, из атомов. И у меня сначала из одного места, а потом распространяется, как тело расширяется, и изо всех мест как бы идет. Вот так вот. Ну, как вы воспринимаете? Ведь так же и правильно. Это же вы познаете вашу божественную сущность, как вы созданы, а как ваше тело работает, когда оно здоровое, идеальное. Как? Когда обеспечивает вечную жизнь всем. Правильно, да, Ванте Андреевны? Все, и вы это включаете, и вы все это делаете. И вот эти, когда вы чувствуете, что вы наполнены этим знанием, вам это несложно. Вы просто берете и делаете, да? Есть, Ванте Андреевны? Ну, я беру и делаю, я еще не наполнена, но я чувствую, что да, я делаю, наполняю, да. Да. Знанием, что это так, наполнены вы? Да, наполняю. Ну, так как у меня там еще работы, вы ответьте на вопрос. Знание, что это так, это вам понятно? Да. Этим знанием вы наполнены? Другого знания нет у вас? Нет, в данный момент. Значит, вы наполнены этим знанием, я правильно понимаю? Вот тогда атомы тоже в той же пропорции, как и ваше сознание, тоже наполнены этим знанием, и клетки, и органы, и системы, и они так и работают. Вот так, понятно, да? Да. И вы сконцентрированы не на проблеме, не на чем-то, а вы сконцентрированы на той радости, что в мире все восстанавливается, вы радуетесь, что в мире все улучшается, в каждой ипостаси реальности. Вот на этом вы сконцентрированы, да, Ванте Андреевна? Да. Все, вот сюда. Ага. Нога, да, заболела, там сопа. Я попросила, значит, в прошлой жизни, ну, показать, где что, чтобы отнормировать. Мне показали, что у меня там ну типа стрела или что-то такое, ну, нога, и там что-то туда воткнуто. Что боль такая, я туда как бы проявление Бога, туда свет, и как бы надо что, вот растворять вот этот вот источник, да, от которого получилась боль, туда свет. Ну, как бы вы разматываете всю историю назад, ну, раз стрела, ну, значит, какая-то война или что-то, вы разматываете, что и не было войны, да? Ну, так вот, ну, на чем концентрироваться именно то, что вот эта стрела как бы нейтрализуется? Вы назад ее разматываете до создания мира, доводите, что и не было причины, чтобы у людей были войны, как кино назад размотали, да? И довели, а? Я просто, видите, вы говорите, концентрироваться на всем, на себе, на всем. Да, да. Да, вы смотрите, как события везде улучшаются, да? Вы вот, вы так раскрываете реально, что и не было причины для того, чтобы эта стрела там куда-то летела, да? И ни для вас вообще, ни для кого не допускаете никому никаких стрел, никогда ни в какой реальности, да? Это ваш мир, это вы его так держите, и все, и холод пошел, да, с ноги? Вот, и получается, уровень знаний, то, что вы знаете, вы сразу реализовываете, в виде действия, сразу исходящего от вас. Это вот как человек понимает мир, вот так он его и держит, в таком состоянии, да, Валентина Андреевна? Теперь вы понимаете, и все, и вы начинаете так и делать, да? Да. Знания органистически воспринимаются всем организмом, а воспринимаются они как хорошее состояние, насыщенность такая. Вот вы чувствуете, что вы наполнены чем-то хорошим, есть такое восприятие? Да, да, есть. Оно приятное, оно говорит о будущих творческих возможностях. Вы как бы такой силой наливаетесь, у вас впереди бесконечные вот эти горизонты, вы видите душой, да, есть, Валентина Андреевна? И если наши атомы, молекулы, да, так работают, насытившись этим знанием, но они так и начинают работать, любой другой элемент реальности тоже может также воспринимать информацию. И если вы на уровне структуры вечной жизни, находитесь и используете как платформу для контакта с любым временем, с любым человеком, именно вечную жизнь, что вы предлагаете, да? Для чего вы контактируете? Ну, для обеспечения вечной жизни. Ну, так по факту и получается. Если к чему-то, к чему не прикасаетесь, раскрываете перспективу бесконечного счастливого развития, да, то вы начинаете передавать информацию, эту ближайшему объекту информации. Это уже так естественно, просто человек устроен, все на что смотрите, все с кем взаимодействуете, вы раскрываете эту перспективу бесконечную, которую создатель определил, да? И тогда этот объект информации ближайший, он получает от вас какой-то уровень знаний. Вот как упражнение на каждый день, как раз об этом, да, сегодня вот Лора скидывала. Вы смотрите на какой-то предмет, и предмет тогда имеет что-то в мир от вас, а что-то от себя. А найдите, что его сущность, а как он, какое его личное, да, счастье, какая его личная бесконечность. То есть этот объект получает уровень знаний, и таким образом вы входите в очень плотный, позитивный контакт. Но этот контакт получается от того, что вы видите, как Бог создал этого человека, или это животное, или растение, или на что вы смотрите, как Бог видит развитие, то есть как бы в точке, из точки создания исходите. Ну, конечно.